Семилетний Егор Зеленко ездит из детского сада на машине с папой. Выставку детских удерживающих устройств видит впервые. Но каким должно быть сертифицированное автокресло, знают уже давно, так как активно пользуются им каждый день. Родители Егора понимают, насколько важно соблюдать правила перевозки маленького пассажира. Безопасность ребенка это, конечно, превыше всего, поэтому я считаю, что необходимо при перевозке детей обязательно прибегать именно к дерзким удерживающим устройствам. Максимально соблюдать правила дорожных движений при перевозке детей, так как это наше все. Акция с ребенком в путь автокресла «Не забудь» на протяжении трех недель проходит во всех городах Самарской области. Наряды ДПС утром и вечером проводят рейды около детских садов и дошкольных заведений, чтобы выявить нарушителей правил перевозки детей до 12 лет. Также в крупных городах региона демонстрируют детские удерживающие системы. Родителям рассказывают, каким должно быть безопасное детское кресло. К сожалению, на данный момент мы видим рост детско-дорожно-транспортного травматизма. И для того, чтобы проинформировать родителей о необходимости использования таких устройств, собственно говоря, Госавтоинспекция и Министерство образования и науки выходят на улицы. При выборе детского удерживающего устройства родители должны обращать внимание на вес и рост ребенка. Кресло нужно выбирать по размеру, чтобы ребенку было удобно даже зимой, когда приходится надевать побольше одежды. Не стоит пренебрегать тем правилом, что вы совершаете поездку на короткое расстояние, даже если вы едете в магазин, который находится на соседней улице. Уважаемые взрослые, пристегивайтесь сами ремнями безопасности, конечно же, пристегивайте ребенка. Пристегивайте ребенка либо в детском удерживающем устройстве, либо в ремнем безопасности. По правилам дорожного движения, ребенок до 12 лет должен ездить в автокресле, если сидит впереди рядом с водителем. Но с 7 лет можно ехать без кресла на заднем сидении. Штраф за неиспользование детских удерживающих устройств составляет 3000 рублей. Безусловно, конечно, этому нужно придавать большое значение. Эти, конечно, семьи, родители, которые пренебрегают такими требованиями, рискуют, конечно, здоровьем и жизнью своих детей. С начала года на дорогах Самарской области в ДТП, где пассажирами были дети до 12 лет, погибли 4 ребенка, еще 58 детей получили различные травмы. КОНЕЦ